Женщина за рулем должна быть с цветами. Так 7 марта решили сотрудники областного ГИБДД и порадовали прекрасную половину водителей розами и скромными презентами. Большинство дам признаются, злостными нарушительницами никогда не были. Инспекторы останавливают редко. Нет, не часто. Достаточно редко. Но первый раз, чтобы поздравили. Первый раз и безумно приятно. Потому что, когда поздравляет мужчина, это всегда очень приятно. Но когда поздравляет мужчина в погонах, это восторг. Укоризненные взгляды и оскорбительные высказывания от мужчин-водителей женщинам на дорогах выслушивать приходится много. Но это в основном в начале водительского стажа. Потом ситуация меняется. Наталья Выдрицкая за рулем уже 8 лет. На трассе она теперь свой человек. Наверное, когда стаж становится побольше, это бывает редко. Только поначалу. Все же всегда бывает поначалу. И ошибки, и погрешности. А когда уже научишься, когда уже ездишь достаточно хорошо, когда уступаешь и мужчинам, и женщинам, они точно так же к тебе относятся. Инспекторы отмечают, что количество женщин-водителей с каждым годом растет. А это значит, что некоторым участникам движения стоит набраться терпения. Всем остальным участникам дорожного движения хотелось бы напомнить о том, что женщин на наших дорогах становится все больше с каждым годом. И поэтому нужно обращать на них внимание, как бы то ни было, и мириться с тем, что их с каждым годом будет все больше на наших дорогах. И по возможности все-таки уступить как-то дорогу, сделать приятной женщине за рулем, которая так или иначе в агрессивной среде оказывается. Остается надеяться, что хотя бы в весенние праздники агрессии на дорогах в отношении женщин станет меньше. И сотрудники ГИБДД будут останавливать прекрасную половину только для того, чтобы подарить цветы.